Дом самарского купца Григория Иванова на улице Молодогвардейская, 144, объект культурного наследия региона. Еще в прошлом году родилась концепция первой в стране ретропочты, которую запланировали открыть именно в этом здании. Но перед этим дом купца решили привести в порядок, так как здание, построенное в конце 19 века, обветшало и пришло в упадок. Сейчас его активно реконструируют, и уже в сентябре здесь откроется первое отделение ретропочты в России. За ходом работ следит комиссия во главе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Изначально замысел был в том, чтобы восстановить заброшенное отделение почтовой связи, находящееся в здании памятники конца 19 века, и сделать там именно ретро-отделение, воссоздав старинный интерьер. Но в процессе, естественно, стали возникать все новые и новые мысли, и я рад тому, что эти мысли сегодня воплощаются. Сейчас в доме Иванова отреставрировали большую часть наружных и внутренних элементов. Восстановили фасад, кровлю, все перекрытия, лестницы, а также реконструировали инженерные сети. В августе подрядчик восстановит первоначальную отделку стен, потолков, интерьера, а также благоустроит прилегающую территорию. Воссоздается даже оригинальная лепнина позапрошлого века. Сейчас работы по реставрации здания находятся уже на завершающем этапе. Это финишная отделка, расключение электроприборов, установка электроприборов, укладка паркета, укладка плитки половой, ну и общее убранство. Система отопления, электроснабжения, вентиляции, кондиционирования. Все вот включает последний этап. По задумке главного архитектора проекта Дмитрия Храмова, на первом этаже здания разместят действующее почтовое отделение со старинными интерьерами. Здесь появится уникальный арт-объект – почтовая стена. На ней напишут различные истории, связанные с письмами, как из жизни обычных самарцев, так и знаменитых литературных персонажей. Второй этаж отвезен под музейно-выставочное пространство. Его разделят на три зоны – посылок, открыток и артефактов. Ключевой экспозицией этого этажа станет история почты в Самарской губернии. Третий же этаж полностью посвятят филателистам или же коллекционерам почтовых марок. Ретропочта станет единственным местом в нашем округе, где разместят подобные общества. Масштабный проект реализуют по программе «Историческая память». На него привлекли свыше 50 миллионов рублей. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Михаил Ермоленко, Николай Ермоленко, Николай Ермоленко, Николай Ермоленко.